так время 10 05 я думаю что можно начинать спикера здесь гости здесь здорово что вы здесь давайте начнем сегодняшний наш вебинар посвящен а цифров клиентской базы 2.0 и сейчас небольшое вводное слово скажу о том что мы понимаем под ацправ клиентской базы как вы знаете у нас сидел с очень-очень много разного функционала я этот слайд вы добавляете все свои презентации весь функционал uds он держится на ацправ клиентской базы через на базе здесь очень много компаний какие-то из них добиваются успеха добиваются результатов какие-то из них не добиваются результат к сожалению и первых от вторых отличает только одно и люди компании которые выстроили качестве процессов клиентской базы действительно накапливать клиентскую базу и могут с ней работать при помощи инструментов uds и таким образом получают результат если клиентская база не оцифровывается то результата нет и если у компании накопился оцифрованной клиентской базы то начинает работать весь стоп функционал который есть на базе uds новость пушевдобления сертификаты оценки и отзывы и так далее таким образом а цифров клиентской базы является базовым компонентом успеха внедрения uds компании и как мы всегда позиционировали от цифров клиентской базы если ты оцифровываешь клиентскую базу то вы ты всегда можешь понимать кто твой клиент какая у тебя целевая аудитория как часто на к тебе ходят какая у нее кратность покупок и какой подход на основании этого к ним применим uds помогает знать своего клиента сейчас запуском тегов мы можем более качественно подойти к вопросу о цифровке и теперь вот это вот вот эти вот вопросы они обретают еще более глубокое значение мы можем теперь уже понимать кто каждый из наших клиентов и какой подход применим каждому из них и таким образом мы можем выстраивать более таргетированную коммуникацию более эффективную коммуникацию с каждым из клиентов мы можем выделять клиентов определенные сегменты мы можем знать клиента можем узнать как правильно подойти клиент чтобы отработать например негатив и так далее сейчас коротко расскажу о том как это все работает если вдруг есть компании которые еще не используют или для начала для каждого типа бизнеса есть какие-то моменты какие-то нюансы что конкретно важно знать клиенте в этом типе бизнеса и для начала нужно зайти в раздел настройки и на страничку таки сегментации что можно попасть в раздел настройки или можно в разделе клиенты нажать на соответствующую кнопочку мы попадаем в раздел где можно создать теги здесь видно что для данной компании созданные теги есть дети созданные теги завтраки тег кофеман и негативщик вот видимо для этой компании принципиально именно эти теги что можно делать с этими тегами если мы знаем что наша клиентской базе есть 58 человек которых есть дети мы например можем организовать какой-нибудь там вечер с аниматорами в нашем кафе и отправить таргетированное пуш уведомление именно тем клиентам у которых есть дети кофеманом например отправить о том что у нас кофейной карте появились новые позиции мы эти теги с вами создаем очень важно если вдруг вы хотите оцифровать клиентов на кассе надо поставить галочку кассир может просматривать теги клиента и добавлять их что будет происходить если это настройка включена если это настройка включена то когда на кассе сотрудник проводит оплату на пост он может во первых увидеть какие теги уже проставлено у клиента во вторых он может проставить клиенту новые теги из тех которые вы настроили в ds админ можно нажать на кнопку укажите теги выбрать теги из тех которые настроены в данном случае видно что выбраны теги есть дети и тег тег кофеман что происходит дальше дальше в клиентской базе эти теги можно посмотреть здесь видно что в клиентской базе есть сергей костюжов видно что у него есть дети можно понятно как через какие инструменты можно вывернуть бизнес под какие мероприятия есть тег кофеман понятно что человек любит кофе и можно ему например отправить какой-нибудь там сертификат с текстом у нас новая кофейная карта пожалуйста приходи что попробовать новый кофе так далее если вдруг мне что-то не понравилось то бизнеса есть понимание как найти подход к этому клиенту чтобы его вернуть свой бизнес чтобы отработать негатив очень много сценариев открывается когда мы знаем что клиент любит что клиент не любит когда мы знаем о клиенте какие-то особенные подробности что еще более важно и масштабируем то что в разделе фильтров клиентской базе статистики у нас появляется фильтр теги сегментации где можно выбрать те самые теги и собрать сегмент клиент который этим тегом соответствует то есть мы хотим запустить в воскресенье какое-нибудь семейное мероприятие выбираем тег есть дети и отправляем им например управляем им пуш уведомления новость конкретно по вот этому тегу и привлекаем нужную нам аудиторию коротко мы с вами сейчас пробежались по функционалу тегов и поняли технически как это реализуемо хочу анонсировать важное обновление сейчас то что вы видели работает с приложением удс кассир и функционал проставления тегов работает для компаний которые проводят оплату не через интеграции а напрямую в приложении удс кассир буквально через неделю мы выпускаем обновление которое позволит проставлять теги через интеграции то есть если вы вдруг используете какую-то другую кассу который интегрирован с vds evator 1s все что угодно то будет возможность интегрировать проставление тегов интеграции которые пишутся со стороны команд команды разработки uds мы доработаем самостоятельно интеграции которые сделаны сторонними разработчиками нужно будет доработать со стороны этих разработчиков или например если у вас есть свой технический специалист который например одинеску сопровождают то нужно будет ему поставить задачу чтобы он внедрил такую интеграцию здесь появляется во первых возможность проставлять теги вручную при проведении оплаты при оцифровке во вторых появляется возможность автоматизации на стороне вашей интеграции то есть если вдруг человек покупает определенный товар можно настроить так чтобы тег соответствующий проставлялся в uds теперь с новым обновлением которое выйдет через неделю это становится возможным и мы будем мы будем ждать что наших клиентов появится еще больше очень классных практик которые позволяют более качественно взаимодействовать со своими клиентами сегодня мы с вами собрались не просто чтобы поговорить про функционал мы с вами собрались чтобы услышать о лучших практиках и главный вопрос на который хочется ответить как теги используются в разных типах бизнеса каким результатом это приводит сейчас я хочу передать слово экспертом все эти люди стоят в департаменте по продукту удис туда попадают эксперты партнеры специалисты по внедрению которые добились выдающихся результатов работе с клиентами и сегодня они расскажут о том как удис используется конкретно в бизнесах которые они сопровождают первым я хотел бы передать слово юлия рыжаковой это партнер компании глобал интеллект сервис сертифицированный внедренец сертифицированный специалист по внедрению удис член департамента по продукту с 2018 года у которой очень много классных кейсов лучших практик мы постоянно с ней на связи постоянно эти практики пытаемся перенимать масштабировать а очень интересно о каких практиках юля сегодня расскажет юль привет как у вас погода у нас очень тепло 20 градусов начинается лето все уходим раздетые краснодар юг это всегда тепло круто да всем привет сереж рада тебя видеть слышать и сегодня мне кажется очень важный мы делаем эфир а вот и потому что он даст глубокую проработку нашим клиентам с их клиентами и это принесет новые результаты вот и первые шаги мы в эту сторону уже делаем помогаем своим клиентам сегодня я тоже вот поделюсь но так как этот функционал новый с ним как-то все осторожничают работать хотя там все так легко так просто сейчас это все как раз разберемся так моя презентация могу уже да включить да да со мной многие знакомы я не буду сейчас отводить время на то чтобы как-то дополнительно ознакомиться и вот из трех частей я подготовила данную тему сегодня первое это как работать с тегами второе это универсальные рекомендации вообще для всех компаний и третье это маленький пример да из уже практику с которой клиенты где-то уже хорошо запустилось то есть вошло в такую плотную жизнь сотрудников и этой компании так вот частично про то как работает с тегами ты уже сказал значит раздел клиенты там маленькая закладочка теги сегментации либо это есть отдельный модуль вот мы туда заходим и просто создаем сейчас там можно сделать до 50 разных тегов когда мы говорим теги вот ты сегодня там рассказал что это какие-то особенности клиентов либо я говорю проще какие признаки есть у ваших клиентов по которым бы вы хотели классифицировать и по которым бы вы с ними дальше хотели работать и взаимодействовать и сразу в это момент у предпринимателя или у маркетологов кто работает с программой да возникаю таки это уже сразу становится понятно каки же признаки то есть например там признаки каким из моих мастеров если,тому салон красоты приходят мои клиенты то есть.допустим это клиенты мастера Ангелина это мастера Наталья, это мастера Светланы, соответственно, мне уже три тега нужно, да, то есть трех мастеров, вот, потому что я, допустим, потом захочу отправлять клиентам, кто ходит к мастеру Ангелине, пуш-рассылку со свободными окошками, которые есть у этого мастера, да, то есть вот все очень легко и так далее, поэтому, ну, или там по группам, направлениям услуг, да, здесь нам не нужно выкатывать всю номенклатуру прайса, а просто общими жирными мазками показать, что у меня есть маникюр, педикюр, да, и у меня есть клиенты, которые и туда, и туда ко мне приходят, значит, это будет три тега, отдельно только кто делает маникюр, кто делает педикюр отдельно и кто делает то и другое, вот, и мы их создаем, это первый шаг, второй шаг у нас, вот этот самый важный шаг, об этом рассказать сотрудникам, потому что мы их можем прописать, а сотрудники даже иногда не понимают, что это появилось при проведении операции, могут игнорировать этот шаг, а здесь уже все, да, то есть это тоже, это же тоже такая дополнительная оцифровка, как это вот, и, соответственно, сразу же делаем инструктаж, очень легко, если у вас какая-то сеть, да, ваш, ну, вот у вас несколько филиалов, просто запишите на пять минут видео и это видео сбросите в чат персоналу, да, ничего не надо там показывать, потому что и так все понятно, вот, и что нужно сказать, что смотрите, мы теперь можем, когда вы проводите чек, фиксируете оплату в UDS-кассир, вы обязательно, пожалуйста, выберите галочками вот эти как раз признаки данной покупки, которые, ну, которые соответствуют этому клиенту, вот, да, и для чего нам это нужно, и вот здесь просто объясните человеческим языком, зачем нам это нужно, что мы потом сможем делать целевые предложения, у нас будут клиенты более довольны и счастливы, потому что мы их не будем, допустим, пушить лишней какой-то рекламой, которая им не нужна, а будем предлагать им какие-то только, ну, ту информацию, те новости, которые для них интересны, которые точно про них, и это важно, и, как правило, сотрудники тоже адекватные, наоборот, даже у них можно попросить каких-то, рекомендация, по каким бы вы вам для облегчения работы хотели еще признаки создать, мы их добавим, и вы их тоже сможете использовать, и вот просто тогда отмечайте, вот это очень важный шаг, то есть именно сказать сотрудникам, и вот третий, да. А вот ты сказала, что сотрудников можно попросить, какие теги им облегчили бы работу, ты можешь рассказать пример какой-то, или это у тебя дальше запланировано? Нет, это вот как раз-таки, например, по мастерам, по врачам иногда, да, или, допустим, оплата, какой-то специфичный вид оплаты, который клиент использует, допустим, это было бы важно, что я смотрю, да, и вижу, что вот клиент обычно так платит, и я уже к этому сразу вижу готов, да, к тому, что мне нужно будет сейчас такой-то, допустим, процесс там сделать, либо, к примеру, если это физические, юридические лица, то есть компания работает с юридическими, физическими лицами, если я, например, там новый сотрудник, и я вот сегодня уже работаю, обслуживаю какой-то клиент, и мне выпадает уже, ну, как бы вот этот признак, да, я уже понимаю, что это за клиент, и не надо у кого-то уточнять, у кого-то что-то спрашивать. То есть вот такие могут быть, даже, может быть, по продавцам, кто обслуживает, тоже, да, можно такие теги создать, хотя у нас кассиры есть, ну, как бы, может быть, это важно, если, например, кто-то конкретно работает, вот любит, это вот говорят, мой клиент, да, и вот клиент от менеджера, к примеру, вот, да, можно просить помощи, помощь зала, да, они лучше иногда скажут, или они иногда лучше придумают, например, по группам номенклатуры, какие сделать вот такие характеристики. Вот, ну, в общем, все, применяем. Когда у нас в Udesk кассир мы вводим скидочный код или номер телефона, нам, если уже клиент ранее, мы ему присваивали такие теги, у нас уже у сотрудника будет эта информация, то есть он уже видит, что это за клиент, уже очень интересно. Вот, допустим, я конкретно в этой компании уже, там, мой супруг, там, я, мы, там, делали зуб, ходили с ребенком и ходили на гигиеническую чистку, то есть вот у меня эти признаки уже есть. Далее у нас в конце оплаты получается, что у нас эти, которые уже есть у клиента, но если у меня сейчас еще дополнительно, я вижу, что еще необходимо что-то конкретно в сегодняшний визит, то я тогда выпадающий список беру и добавляю еще какие-то, да, если у меня сегодня к этому клиенту ничего-то не хватает. Вот, теперь универсальные рекомендации. Значит, первый, это лайфхаки, все лайфхаки, которые мне пока вот, я успела, да, их уже наработать. Немножко тороплюсь, чтобы другим, да, там, там, еще Женя и Женя, вот. Значит, первое, все-таки, несмотря на то, что у нас сейчас появился фильтр, который называется оцифрованный клиент и не оцифрованный клиент, это очень крутое, кстати, изменение, спасибо вам, вот, но тег без приложения, он тоже послужит вам добрую службу. Это вообще во всех компаниях можно делать. Почему? Вот, допустим, вы проводите клиентам операцию по номеру телефона, они начинают накапливать баллы. И в какой-то момент всем интересно, а когда же у меня этот клиент оцифруется все-таки, да, то есть в какой момент он скачает приложение, и мы не знаем, когда это происходит. Но если мы сейчас выберем всех неоцифрованных клиентов, присвоим им тег без приложения, то можно вообще за одну секунду в два клика прямо сегодня сделать, да, то мы потом, выбирая данную группу и анализируем, если мы увидим, что вместо телефона поменялось имя, то мы поймем, что эти клиенты установили наконец-то приложение. И будем хотя бы наблюдать за скоростью и оцифровки, и вообще динамикой какой-то здесь. Тоже очень... Я задам, точнее, еще вопрос. Получается, что тег без приложения, он ставится не в UDS-кассире, он ставится в консоли UDS-админ, правильно? Угу. Мы можем, да, мы можем один раз вот ту группу сейчас клиентов, которая есть, уже отсортировать, а потом уже сотрудник по мере работы тоже его может присваивать, чтобы у нас, ну, как бы все в режиме уже дальше онлайн. Хотя в любой момент это можно сделать, потому что мы выбираем этот фильтр и его присваиваем. Но там потом интересно посмотреть, а кто оцифровался. Ну, то есть, когда появляются там фамилии, вот это интересно становится, что человек потом установил все-таки приложение. Так, второе – это теги гендерные. Почему тоже? Вот, казалось бы, у нас вроде бы есть, да, и мужчины, и женщины мы видим в аналитике. Но есть такие торопливые пользователи приложения, которые не устанавливают свой пол и свою дату рождения. Они пропускают эти поля. Вот, и в среднем, ребят, по статистике 30% аудитории внутри клиентской базы не указывает пол. Соответственно, если это даже 50 на 50 мужчин и женщины, то вы по 15 в среднем процентов мужчин и 15% женщин из всей аудитории не захватите, работая с какими-то акциями гендерными, если будете просто использовать по фильтру мужчин и женщин. Поэтому, поэтому, если мы делаем этот тег, то сотруднику лишний раз, один раз он, в принципе, же его поставит, да, мужчина – это женщина. Вот, и мы уже тогда гарантированно будем собирать эту аудиторию, ну, как бы собирать уже точность базы у нас будет. Соответственно, тогда можно будет не переживать, что вы делаете на 8 марта рассылку или сертификат, и он там до кого-то, ну, кто-то его не получит, потому что не отметил свой пол. Все, очень легко. Поэтому тоже универсальный тег делайте все. Я тебе дополню сейчас. Вот тут в чат Василий Сорокин написал. Я вчера отобрал всех, у кого не указан пол, добавил на тег «бесполые» с датой отправил им 10 баллов, написал, что на числе еще 100, если заполнен пол. И двое заполнили, из них один – это клиент, который не покупал два с половиной года, завязался в переписке, скорее всего, клиенты вернятся. Круто, круто. Вот, да, то есть вот как раз-таки, когда можно потом посмотреть, а как это сработало. Очень классный примерчик. Теперь, ой, это вообще моя любимая история. B2B и B2C, да, вот это вот у нас. Раньше мы вот такой был костыль, называлась папочка «Избранная сердечком» клиентов можно было, ну, там до сих пор можно это делать, вот. Но вот, кстати, вот сейчас пришло в голову, можно еще там тег «друг директора», да. Вот это, кстати, важный тег, который бы сотрудники все сказали сделать. Пожалуйста, укажите, да, всех ваших родственников, друзей, кому какие-то спецусловия. Так вот, физики и юрики, это, ну, когда мы работаем одновременно с оптом, то есть оптовые покупатели, для них применяются особенности бонусной системы, да, например, какие-то правила для них не работают. Вот, и, соответственно, розничные клиенты тоже для них, может быть, по-особенному там списываются баллы, начисляются баллы и прочее. Вот, теперь, ну, и, конечно же, информация. Для оптовых покупателей это одни рассылки, и их лучше делать в закрытом формате через, допустим, начисление баллов. Тогда это сообщение придет только в личку этому клиенту, там, допустим, с одним бонусом, вот, и это будет закрытый формат, его не увидят розничные клиенты, потому что бывает, что, как правило, для оптовиков-то спецусловия, какие-то суперскидки, суперцены. Зачем розницу этим, ну, как бы возбуждать, дразнить, и, собственно, не надо информацию давать розничному клиенту. Но, пожалуйста, вот теперь теги вам в помощь. Можно, кстати, теперь проекты по внедрению, компании, которые хотят два в одном объединить, да, вот в таком творческом формате тоже работать. Так, теги для реанимации. Очень интересная тоже история. Когда мы берем группу клиентов, например, которые не покупали вообще никогда, то есть это фильтр ноль покупок. Либо мы берем там, покупали только один раз и не вернулись. Либо это, может быть, там, покупали только там шесть месяцев назад. Скоро, я знаю, такой маленький спойлер, да, мы ждем очень большие обновления в статистике. Сергей, можно говорить, нет? Да, можно. Я потом позже более подробно о том расскажу, но если есть о чем сейчас сказать, говори, конечно. Мы ждем в аналитике, в отчетности RFM-анализ. RFM-анализ по Яндексите, да, вы узнаете, что это такое. Это классификация как раз-таки вот по сегментам базы, кто там уснувшие, кормильцы, там это вот, ну, в общем, такие интересные даже у них названия, по которым, конечно же, тоже можно тогда создать теги и отработать какие-то акции, да, и посмотреть, как в итоге справилась акция с конкретно этим сегментом базы. Мы это для чего делаем? Мы фиксируем, что, допустим, эту акцию проводили на такую-то группу такого-то числа. Мы лучше всего сделать до этой акции отчет и посмотреть, сколько было там объем покупок, например, ну, в общем, какие-то замеры, да, сделать. Это можно сделать в операциях, можно сделать в клиентах, выгрузить, если что, там, хотите, например, какой-то отчет или скриншот сделать в статистике. И после того, как мы эту акцию уже запустили на данную группу, на этот тег, тоже посмотрели результат. То есть вот сейчас я начинаю это вводить, пока еще не могу похвастаться прям, то есть вот примера нет, но будут и у вас они тоже будут, да, и я знаю, что тут тоже вот Василий, наш клиент, он говорит, я уже такое делал и посмотрел, и уже были сделки и продажи. То есть вот это очень интересно, прям, мне кажется, вот круто, чтобы потом это все замерить. Просто не для реанимации, а просто по теге по акциям. Например, вы запускаете там два по цене одного, и у вас конкретно в эту покупку сотрудник понимает, что он продажу делает вот именно эту, да, два по цене одного. Он отметил, а мы же рекламировали данную акцию, и мы не знали, она будет интересна или не будет. И потом мы посмотрели, допустим, эта акция была на месяц, что за месяц ей воспользовались там 380 человек. Мы понимаем, так, если 380 человек, и им было это интересно, тогда я ее повторю, потому что она мне там принесла выручку там в 200 тысяч рублей, к примеру, да. То есть я делаю, проверяю, по сути, гипотезы по разным акциям. И тоже потом делаю выводы, повторять, не повторять, что-то поменять или нет. Ну, то есть, если она была классная, эффективная и работающая, может быть, что-то еще, даже я могу постпродажные какие-то сообщения этой группе отправить. Спасибо, что воспользовались акцией, мы повторим в следующем, вот у нас будет такая-то. Вот. И как бы сообщить клиента. То есть получается такой простой чек-лист. Если хочешь провести какую-нибудь акцию, создай тег, приструктируй сотрудников, и каждому клиенту, кто покупает по акции, проставь тег. Три простых действия, которые позволяют замерить эффективность акции. Очень круто. И вот этот еще один лайфхак, он тоже практически универсальный. Теги по филиалам. Вот сейчас для многих, может, вызовет такой вопрос. Зачем отмечать тег по филиалам, если у нас есть фильтр по филиалам, по кассирам. К кассиру привязан филиал. По кассирам мы видим выручку, но мы не видим, какие клиенты покупали в этом филиале. То есть мы видим, какой объем денег нам сотрудники в этом филиале обеспечили по выручке, но мы не видим, какие клиенты делали покупки в этих филиалах. И вот это прям супер важно. Вот это большой был запрос. Этими вот теперь этим обновлениям этот запрос удовлетворен практически, можно сказать, полностью. Сейчас вот еще интеграцию ждем в системах учета, да, и, соответственно, там вообще, там это можно на автомат все поставить, и будет это круто работать. Поэтому делайте теги по названиям филиалов. Еще смотрите, почему не всегда работает фильтр по филиалам, потому что в одном филиале бывает, работает несколько сотрудников, а бывает, что один сотрудник работает в нескольких филиалах. То есть ему тогда нельзя за сотрудника затупить два филиала одновременно, понимаете. А здесь мы отмечаем именно клиентов, вот кто где делал покупки. И, конечно же, вот это был большой запрос. Я знаю, очень многие компании хотели отправлять целевые акции, что это вот, что у нас сейчас там, не знаю, какой-то там супер кофе, именно там вот на лесной, вот у нас там сейчас, да, вот такая-то, допустим, или какой-то розыгрыш, конкурс конкретно в этой точке. Вот, пожалуйста, все, работаем. Так, из универсальных примерчиков вот это последний. Ну, это самый популярный и простой, я думаю, так он очевиден. Это теги по группам номенклатуры. Ой, мини-кур, маникюр, ошибочка. Ну, как бы, чтобы было понятно. Если вы продаете зоотовары, то вам нужны теги, кошечки, собачки, попугайчики, хомячки и прочее, да, чтобы отправлять потом товары для хомячков, товары для кошек и прочее. Вот, но это очень, если так, утрировано. В любом случае, на все виды товаров, на все виды услуг и еще на какие-то там тоже специфику по номенклатуре делаем теги. Я вот не знаю, что будем делать, если 50 тегов не хватит, но думаю, начнем писать запрос на саппорт, на расширение. Мы уже расширили, то есть изначально, когда мы запускались, было 30 тегов. Потом мы стали получать запрос на саппорт, дайте еще, нам не хватает. Сейчас у нас тегов 50, естественно, следим, если вдруг будет не хватать, будем думать, как из этой ситуации выйти. Не бросим, поможем, понимаем, что это очень важный функционал. Да, да, да. Вот, ну и примерчик. Почему он такой, знаете, еще сырой, но тем не менее он уже хотя бы что-то иллюстрирует. Это стоматология, значит, на первый, для начала выбрали обычный просто по группам услуг. То есть детская, это значит, приходили лечить детей. Всем понятно, что это именно ребенка лечили. Ортодонтия там, кто брекеты делает, ортопедия, что-то тоже с этим связанное. Отбеливание конкретное, это там одна или две только услуги бывают по отбеливанию. Ну и остальные. И вот сейчас сотрудники действительно очень дисциплинированы. Я каждый день проверяла, первое время сегодня посмотрела, они всегда вот прям четко отмечают, то есть не забывают, уделяют этому внимание. И получилось, смотрите, уже вырисовывается классная картинка, хотя они пользуются тегами вот только третий месяц. И, соответственно, уже что-то начинает проявляться. Допустим, профчистка. Профчистка – это процедура, ну, вы знаете, да, там сода и, в общем, специальная чистка. Вот за это время 15 пациентов уже были на эту услугу. И что мы можем с этим дальше делать? Мы же понимаем, что профгигиена, ее желательно повторять где-то раз в полгода, ну, пару раз в год, ну, хотя бы один раз в год это делать. Но на практике пациенты забывают и тянут до последнего, и уже только когда прям все совсем неэстетично, они возвращаются и делают это раз примерно в два года. То есть вот тут возвратность клиента, мы на нее четко можем влиять просто напоминанием или обзвоном, да. И не всегда система учета это может позволить сделать и сказать, вот именно эти клиенты вот обращались на какую-то услугу. И мы сможем в дальнейшем брать группы клиентов, которые делали профчистку, например, полгода назад. Соответственно, ну, пуш-рассылка – это классика жанра, но здесь лучше даже включить обзвон администратора. То есть администратору выгрузить эту группу клиентов с номерами, телефонами и их обзвонить и сказать, что мы, вот вы у нас были тогда-то, тогда-то в таком-то месяце, рекомендуем повторить. Кстати, там ваш врач, он сейчас работает, и все, записали на прием. Вот. И сейчас вторым шагом в этой же стоматологии мы будем делать уже более детализированную разбивку еще по именно врачам. То есть всего там около 12 специалистов. Соответственно, мы сделаем 12 тегов по фамилиям врачей, потому что кто ходил к этому врачу, надо возвращать, опять же, на этого же врача. И, допустим, говорить, что вот такие-то свободные там даты и время приема есть в этом месяце у такого-то врача. И отправлять конкретно этой группе. Вот это будет действительно целевой, ну, либо обзвон тоже, да, обзвон здесь еще лучше работает. А детская стоматология, 14 уже, да, малышей лечились за это время. Тоже можно им детям, то, что детская стоматология, там вообще возврат, там каждый, я вот по своим детям знаю, каждые 2-3 месяца ты по каким-то ходишь туда вопросам, то вырвать зуб, то полечить, то там эти все пластинки потом начинаются и прочее, да. Вот, поэтому это вообще постоянные клиенты. А далее, вот на хирургию, там, 109, да, вот уже побольше пациентов. То есть уже достаточно большая набралась группа. И вот это всего лишь, знаете, там пару, там за 2-3 месяца. Мне кажется, уже понятен вектор, да, и следующие, я думаю, наши выпуски уже будут, как, например, какие-то акции сработали, сколько денег принесли. Но, может быть, сейчас и другие ребята поделятся этими лайфхаками. Я пока вот сегодня подготовила такую порцию, надеюсь, полезной для всех информации. Юль, спасибо огромное тебе. Прям целый вагон контекста. Лично я очень много нового узнал, все системно разложил по полочкам. Спасибо тебе огромное. Не уходи, пожалуйста, никуда. Да, я думаю, что у нас будет вопрос чуть позже. Окей. Я пока выключусь, да, и потом вернусь. Спасибо. Да, хорошо, спасибо большое. Тегов, по тегам вопросов пока нет. Если есть вопросы к другому функционалу, мы их видим, мы на них ответим чуть позже. А пока давайте пойдем дальше. У нас еще целых 2 спикера, еще очень много классного, полезного контента. Дальше я бы хотел передать слово следующему спикеру. Это человек, который более 10 лет уже в ресторанном бизнесе, руководил открытием более 45 бар. Это тоже член департамента по продукту UDS. Человек, с которым мы тоже постоянно на связи по развитию продукта. Это Евгений Козлов. Евгений, подключайся, пожалуйста. Очень интересно будет услышать тоже твои лучшие практики. Всем добрый день. Кому-то уже добрый вечер смотрю на Камчатке. Те люди, которые живут в будущем. Юля, на самом деле, очень много уже рассказала. И я покажу просто на примерах моих двух заведений. Точнее, заведения, которые я веду. Это ресторан Бора Бора в городе Москва и сеть баров 13 УС. Вот это два заведения, которые я плотно сопровождаю. Особенно плотно. Потому что в ресторане Бора Бора у меня работает супруга в качестве управляющей. А сеть 13 Рулс я занимаюсь ее развитием. И до внедрения тегов у нас в сети баров 13 Рулс было на одной лицензии 8 филиалов. В разных городах по Москве разные были фиалы. Так, сейчас секундочку. Давайте сначала про Бору Бора немножко расскажу. Здесь все попроще гораздо. Это ресторан. В последние два года у нас, знаете, что в ресторанной сфере постоянно были ограничения. То рестораны закрывали, то открывали, то опять закрывали, накратили. И единственным способом выжить ресторан, и это был запуск собственной доставки, либо возможность работать на самовынос. И поэтому для ресторанов было очень актуально работать с теми клиентами, которые уже когда-то заказывали. когда, который уже, прошу прощения, я немножко приболел, поэтому. Вот. И мы отсегментировали тех клиентов, которые делали заказы на доставку и самовывоз. Проставили им теги. И периодически рассылаем пуш-выдавление тем клиентам, к которым новости будут особенно актуальны в плане доставки. Ну, какие-то скидки, акции и так далее. То есть есть люди, которые у нас только заказывают доставку, либо только заказывают самовынос. Они не приходят в ресторан с каким-то причинами. Возможно, работают где-то здесь на районе удаленно. И заказывают доставку на работу, либо, может быть, домой. Вот. Для них мы отдельно, мы их отдельно выделили, соответственно, и делаем пуш-выдавление только по этим сегментам. Если кто-то сталкивался вообще с таргетированной рекламой с запуском, либо есть там таргетолог, либо сами запускали рекламу. Вообще-то таргет это переводится как цель. И чем более точно будет выбрана целевая аудитория, тем более будет эффективна реклама и снижена ее стоимость. У нас, конечно, не рекламная площадка UDS, но мы работаем уже с существующей клиентской базой, которую собралось за заведением. Но, тем не менее, если рассылать пуш-выдавление по тем клиентам, у которых данная новость будет неактуальна, мы можем вызвать только негатив. И вот в барах 13.рус мы как раз сталкивались с такой ситуацией, когда таргетов у нас не было. У нас на лицензии 13.рус, как я говорил, уже 8 филиалов. И 4 из них в Москве, 2 в Подмосковье, в городе Воронеж находятся еще 2. Уфа, но Уфа там не активно нас обработает, поэтому я их могу в расчеты не брать. И когда не было тегов, мы рассылали пуш-выдавление о том, что в каком-то баре происходит мероприятие, например, шоу и концерт, либо квиз, и приходилось рассылать по всей клиентской базе. И прилетали обратная связь от клиентов, и говорили, зачем мне это нужно, если я живу в Уфе, а вы там проводите мероприятие в городе Москва. Два года назад я просил администрацию ввести вот такой инструмент, писал, рисовал все. И у нас появились теги, и они сильно обращают жизнь предпринимателям. И теперь мы рассылаем пуш-выдавление только по тем клиентам, для которых будет новость актуальна. То есть для воронежских ребят пуш-выдавление только выделяем, только для города Воронеж, пуш-выдавление тег ставим. Тех, кто в Москве, в каком-то филиале, только для московских. Что еще хотел бы сказать? На самом деле, Юля уже практически все рассказала про теги, как их можно использовать. И моя задача была показать просто пару примеров, как с ними можно работать. Я не буду долго затягивать свое выступление и передаю слово другому спикеру. Спасибо большое, Евгений. Классный пример, на самом деле. Коротко, но емко. Мы поняли, как в ресторанном бизнесе уже это может быть использовано. Это сегментация по способу получения. То есть либо ты приходишь в заведение, сегментируем клиента, который проводит в заведение, сегментируем тех, кто заказывает с доставкой, заказывает с самовывозом. Спасибо тебе большое за классный кейс. Выздоравливай. И на всех случаях, оставайся здесь, потому что, возможно, кто-то из зрителей хочет задать вопрос именно тебе. Пожалуйста, уважаемые зрители, пишите вопросы. Если вы хотите задать вопрос конкретному спикеру, указывайте прямо имя, обращайтесь к спикеру, и чуть позже мы вернемся и ответим на все вопросы. Евгений, спасибо большое. Выздоравливай. Здоровья тебе. А мы перемещаемся в Сахалин и передаем слово третьему нашему спикеру. Это тоже член департамента по продукту UDS, владелец мультибрендового магазина детской бродской одежды ГАПС, предприниматель из города Сахалин, Евгения Гондрахманова. Евгения, ты здесь, подключайся. Очень хотим услышать твои лучшие практики, как это работает в магазинах. Да, приветствую. Сейчас переключу сразу на презу. Так, ну уже здесь не буду. Давайте я тоже представлюсь быстренько. Я являюсь владельцем мультибрендового магазина детской одежды. И у меня такая соляночка, короче, из российских брендов. И я думаю то, что моя преза будет полезна не только там магазинам и так далее. Розница, в принципе, ну там без разницы ты там тапочки продаешь или детскую одежду. Вот. Поэтому поехали. Ну и здесь маленькая мини-презентация была. Какие бренды мой магазин представляет. Я тоже немножечко... Юля тут показывала уже сегменты, как... Ну, я просто не знала, какие будут презентации у спикеров. Поэтому тоже немножечко скринов поделала, потому что, ну, действительно, они такие важненькие. Вот. У меня тегов... Вот здесь было 44, потом я добавляла. Я, например, в магазине одежды, в своем, да, я прям буду делиться прям своим опытом. И у меня прям будет статистика, аналитика немножечко, чтобы вы прям увидели. Я люблю LTV, там, возвращаемость в бизнес, да, каждого клиента. Я все в цифрах. Вот. Я специально все это подготовила, потому что люди прям увидят, когда ты работаешь точечно, сегментированно, а презентацию, говорят, не видят. Кажется, с презентацией все в порядке, по крайней мере, я ее вижу. Окей. Все, хорошо. Главное, что ты видишь, значит, все хорошо. Какие у меня теги? И я прям объясню, потому что видно, что спрашивают, что это такое. Ну, понятно, у меня пол девочка-мальчика. По диагнозу я чуть-чуть дальше расскажу, что это такое. Многодетные семьи у меня тоже есть тег, тоже расскажу подробнее. Модельная. Я работаю с модельными агентствами, которые очень, я очень часто выступаю, мои детки ходят, не мои детки, а то есть дети модельных агентств ходят в моей одежде. Меня очень часто зовут презентовать одежду, показывать, выступать, потому что я все делаю, ну, с таким там, вау, эффект и так далее. Вот. И для модельного, для детей, кто именно с модельного, у меня там свои преференции. То есть я после каждого модельного показа отправляют деткам, там, по 500 баллов. То есть, ну, я им дарю какой-то кэш, чтобы они потом, потому что реально с модельного потом, я прям делала там сприншоты, аналитику, они потом приходят и покупают. Родители видят своих детей в вещах на показе. Ну, естественно, мы там на 86 не оденем, там, 98 размер, поэтому вещи специально под ребенка, можно так сказать. И большинство детей приходят реально, я прям аналитику покажу, и покупают эти вещи. Это очень крутой инструмент, действительно, и мы вот дарим, благодарим детей, и они потом приходят и пользуются этими денежками. Вот. Здесь я сделала, ну, буквально, как это выглядит, так как Юля уже останавливалась на таких сприншотах, поехали дальше. Две секунды. Я сделала специально этот скрин, чтобы примерно было выглядело, ну, чтобы вы видели. Вот Елена там Сократова, она без тега, потому что она вот только-только присоединилась, но видно, что по статистике клиенты уже затегированы, я это активно использую. Там, я потом расскажу. Я сделала, знаете как, у меня ростовки, я могла бы, конечно, и по ростовкам, там, 86, 92, 92, там, 98 размер, но это такие слишком точечные теги, и у меня просто подборки. Малыши, там, до определенного размера, дети и подростки. Этого хватает. И потом, когда коллекции приходят только на малышей, я делаю там на малышей рассылку, например. Очень удобно. Раньше был тег не за регинг. Это у Юли был, как она там его назвала, без приложения, у меня не за регинг. Вот. И я писала ранее в чате, что я такой тег использовала как раз таки для того, чтобы выгружать потом эту базу девочкам своим продавцам, и они, ну, скрипты, там, вы посетили нас, у вас есть баллы, пожалуйста, зарегистрируйтесь. И источник трафика зашивала в это сообщение. И потом люди доходили, я прям видела, как они, ну, тоже аналитика источника трафика. Очень круто. Так, поехали дальше. Здесь это общая информация. Очень крутой лайфхак. Я думаю, могут очень многие бизнесы его использовать. У меня недавно, это было когда, здесь не видно, в сентябре, в сентябре мне пришла идея, что, ну, по крайней мере, в моем бизнесе это очень много, диагноз, дети с диагнозом. То есть, мы написали сообщение в сетях, что, друзья, начиная с выходных, мы повышали статус кэшбэка, то есть, на максимальный уровень, людям, у кого многодетные, ну, люди многодетные и дети с диагнозом, с любым. То есть, они мне присылали в директ, я там сейчас покажу, в директ документы. Я тут чуть-чуть, как бы, конфиденциальность, да, там информацию закрыла, но видно, что люди справки, паспорта, то есть, я это все отслеживала, не просто так там всем налево и направо. Я говорю, предоставьте документы. Многодетные там, вот эти многодетные корочки присылали, вот, рассказали об этом, что мы статусы повышаем, то есть, я сразу сбазовала на VIP, я понимаю, во-первых, это плюс в карму мне, и это максимально повышает лояльность клиентов, на самом деле. Многодетные. Почему? Потому что, когда у человека от трех и там более пяти детей, когда у них максимальный статус кэшбэка, например, они, естественно, всех детей будут одевать у меня, потому что у них максимальное начисление, максимальный возврат денег, и они очень-очень максимально залоялены. Вот таким образом я их всех, ну, залояливала. Ну, и по вот этим детям с диагнозами был вообще крутой обратная связь, люди благодарили, то есть, это прям такая классная штука на присоединение, что ли, да, вот. Еще. Поехали. Так, что у меня здесь? Я здесь сделала клиентов выборку, чисто по модели. А, многодетная семья, вот тут видно, да, многодетная семья, для чего я вам это сделала, этот скриншот вспомнить? Наверное, показать, что 11 клиентов, сейчас, сейчас дойдем, у меня там мысли развивались. Статистика, вот. Вот эта статистика, это, ну, я очень много выступаю, не боюсь этих цифр, как бы показываю, я владелец магазина, поэтому я сама себе позволила цифры открывать. Вот. Это для того, чтобы вы потом сравнили. Вот по общей базе, да, за два года магазина существования 4236 клиентов. И средний чек у компании 3500 рублей, например, да, запомним эту цифру и запоминаем количество покупок на покупателя. Поехали. Так. Я делаю статистику, например, по тегам многодетная семья. Таких у меня 11 клиентов и выделяю, смотрите, средний чек 4600. То есть, это подтверждает тот факт, то, что у злояленных клиентов и клиентов, с которыми ты работаешь, ну, там, точечно, у них другой средний чек повышенный и количество покупок, обратите внимание, почти 7. Вот. То есть, ну, там, с половиной покупок. Это, это прям точечная работа с клиентской базой. Поехали дальше. То есть, у меня тут все со статистикой и с аналитикой. Я убрала там тоже, не знала просто, насколько можно, не можно открывать информацию, да, по клиентам. Ну, вот, закрыла цензурой. Дальше, вот, привожу пример, погружаюсь в клиента, видно, что средний чек 6800, то есть, ну, мы понимаем, там, где 3500, здесь 6800. Оплачено баллами, то есть, человек реально получает тоже выгоду, то есть, человек сэкономил почти, там, 5000 рублей в моем магазине, потому что ему кэшбэк повышенный, ну, приходит. И количество покупок 7, да, то есть, ну, чтобы не голословной быть. Также там мужчина, и плюс я заметки всегда заполняю, даже там имена, ну, это так чисто для меня работа. Тоже, средний чек высокий, количество покупок высокое, то есть, мы понимаем, что вот эта вот работа по тегам, по сегментации очень круто, ну, коннект создает, да, плюс, что-то я хотела, а, вот здесь рекомендации, обратите внимание, 4 рекомендации, то есть, такие люди тоже, ну, залоялены и максимально рекомендуют. Дальше, здесь делала вот статистику по фильтру моделей, отдельное агентство, 18 детей, 33 процента, как раз таки, то, о чем я говорила, из них покупатели. Конечно, ну, не 100 процентов детей, естественно, приходят там и покупают, но тоже хорошая конверсия, и вот, как видите, 13 операций, то есть, я не помню, там, сколько у этих детей было показов, но вот 13 покупок было совершено, средний чек тоже выше, чем, ну, чем средний, да, LTV в действии магазина, я здесь, LTV, я вообще любитель вот этих вот, закона Парета, где 20 процентов наших лояльных, да, там 80 процентов приносит оборота, но тут тоже, смотрите, я сделала LTV, отсегментировала количество покупок от трех, и более, и как раз таки многодетную семью сделала, чтобы вам показать, 6 клиентов совершили там 10 покупок на покупателя, то есть, эти клиенты очень часто возвращаются, и много покупают, так, поехали дальше, что у меня тут, здесь по модельному, ну, тоже показала буквально аналитика, что подтверждение, ну, и вот по закону Парету, вот лично у меня по базе, по всей, этот скриншот, это про всю базу, у меня самые залояленные, самые вот любимые, самые постоянные от трех и больше, совершили покупок на 10 миллионов, из всей базы 18 миллионов оборота, это подтверждает, то есть, вот у меня 19 процентов клиентской базы, они приносят мне больше, чем половину объема оборота, да, вот, и те как раз вот процентики модельные, и так далее, они там мне и приносят всю вот эту выручку, вот, ну, и мы там сотрудничаем с моим бизнесом, со всякими, это уже там просто я вот для того, чтобы похвастаться, какие мы клевые, так, вот, вот мой инстаграм, если кому-то интересно, подписывайтесь, буду рада, всех добавлю в друзья, и если есть вопросы, тоже задавайте, поделюсь, и знаете, еще, я хотела еще поделиться, у меня очень много продаж по продукту, и я бы хотела добавить, ну, мы просто, кого не сказали, например, может быть, кому-то это будет просто полезно, например, вот магазин нижнего белья, я им рассказываю, ребят, используйте, например, да, вот, может быть, кто-то есть с магазином нижнего белья, очень классный хэштег по там, размеру бюстгальтера, например, бюста, да, там, по объему, потому что очень девушки с большими прелестями, извиняюсь за выражение, да, у них есть определенный запрос, и не очень часто такие вещи присылают, например, да, там, поставки, это очень классный хэштег, который позволит именно под этот запрос единично прислать только этим девочкам, и они прибегут и совершат покупки, ну, это очень клевая такая история, по филиалам, Юля сказала, вот тоже это очень классно, мы можем увидеть поведение клиента, который ходит в дом торговли, там, ну, это я сейчас наши называю, да, там, ситимол, в третий там торговый центр, и ты можешь по клиенту прям увидеть его путь, куда он ходит, маршрутную карту, короче, клиента, это тоже очень классно для аналитики, для понимания, по маркам, там, белья, по брендам тоже, да, это такая вот точечная работа с клиентами, размеры вещей, понятно, вот у меня йога-хаус, например, йога-индустрия, они вообще разбили по, ну, это примерно об одном и том же, да, но может быть, кого-то там осенит, что, о, инсайт, йога-хаус разбили по услугам, там, флай-йога, такая йога, такая йога, и они понимают, например, что они видят, что они ходят там на флай-йогу, да, там, Аня, они могут ей предложить вот эту еще услугу и вот эту, то есть, ну, такой прогрев и история про вот это. А ты, кстати, говорил про ивент-индустрии, тебе интересно, как вот в ивенте, да, у меня есть шары, и я ей говорю, а сделай по героям, то есть, люди, например, покупают, там, вот у меня моя боль, я третий год подряд, в моей жизни живет Эльза, холодное сердце, чтобы вы понимали. У моей тоже. Вот, и просто три года подряд, и вот, вот эта история, она очень крута, делайте героев, вечеринки, например, да, с этими ростовыми куклами, можно отправить там хаги-ваги, я знаю, сейчас у кого-то там боль, вот, и у меня, например, вот недавно девушка говорит, ой, у меня будет вечеринка, мне надо, чтобы ты, я как магазин детской одежды, дала там пушечку про них, я говорю, себе без проблем, а если она будет делать сегментацию, она будет понимать, что вот там они хаги-ваги покупали, например, им можно такую пушку, и они придут на такое мероприятие, ну, вот, то есть, тут включая голову реально, аналитику, и полет фантазии просто неограниченный, для работы со своей клиентской базой. Очень круто, я посмотрю на твою презентацию, вот прям понимаю, что в это стоит инвестировать свое время, очень многие клиенты, с которыми мы общаемся, они говорят такие, да, 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 мы будем это делать, но потом, потом говорят, потому что, ну, у нас нет времени, как бы бизнес, сами понимаете, некогда всем этим заниматься, но твоя презентация наглядно показывает, что вот этот вот точечный маркетинг, он приносит прям действительно ощутимую прибыль, потрясающе просто, мне кажется, твоя презентация вдохновила очень многих сегодня, класс, там есть вопрос, конкретно по твоей презентации, Инна, видимо, тебе пишут, расскажи о продаже через сообщение, заказ размеров новой коллекции. Так, еще раз вопрос. Расскажи о продаже через сообщение, заказ размеров новой коллекции. Ну, у меня онлайн, я не продаю, да, там, я не заполняю прайсы, там, и так далее, у меня пуш сообщения идут, я заполняю пять товаров, самых крутых каких-нибудь, ну, у меня очень большой оборот, и все единичное, то есть, если я привезла коллекцию, больше ее нет, и она вот разовая, там, по одному размерчику, и когда я привожу, ну, единственное, что я пушку даю, вот, и вставляю вот эти пять товаров, а люди мне в ответ пишут сообщения, может быть, я не так поняла вопрос, но вот я его так восприняла, я просто не поняла немножечко. Тут даже больше по пушку вопрос. Да, если вдруг что-то непонятно, то пишите, пожалуйста, все здесь, мы настроены максимально эффективно ответить на ваши вопросы, максимально подробно, давайте сейчас ответим на все вопросы, пожалуйста, пишите, пишите вопросы по тегам, пишите любые вопросы по продукту, вот столько мы ответим на вопросы по тегу, постараемся быть полезными еще во всем остальном. Давайте пойдем сверху вниз. Несколько раз фигурировал вопрос про модуль онлайн-записи. Модуль онлайн-записи разрабатывается нашими партнерами, и сейчас находится стадия закрытого тестирования. С несколькими компаниями мы начали использовать этот модуль и выявили определенные проблемы и отправили обратно партнерам-разработчикам. Через некоторое время, скорее всего, это будет в мае, проблемы будут решены, и я думаю, что мы сможем открыть модуль онлайн-записи большему количеству компаний. Для всех, у кого остро стоит вопрос онлайн-записи, пусть обращаются ко мне, я подскажу, что делать на этот период. Хорошо. Ну, то есть, есть практика других моих клиентов, либо это Google Form, либо это DQD-сервис, которые бесплатные и решают абсолютно эту задачу. Потом мы ждем все официально от нашего решения такой модуль, но сейчас можно брать, пока пользоваться готовыми вариантами, поэтому у кого такие вопросы пишите, расскажу. Да, на рынке много бесплатных решений, так что welcome. Грушин спрашивает, не очень понял, как написать теги в операционно-кассовом модуле 1С, есть ли инструкции. Инструкции будут, в следующей неделе планируем релиз технических методов для интеграции, и вместе с этим будет инструкция. Я помню, когда выпускались теги сейчас как раз к этому вопросу, и помнишь, Сереж, у меня сразу было два запроса, я говорю, выкатите это все на сторону кассира, потому что только сотрудник может пользоваться, да, и тогда это быстро все реализовали мы. И второе, это как раз таки интеграция, потому что я вижу еще больше возможностей, когда появится интегирование в системах учета, потому что там это можно вообще заавтоматизировать, то есть связать с какими-то признаками чека, да, и даже может не сотрудник делать. Поэтому мы очень ждем, вот, и будет работать вообще огонь, пушка-бомба. Да, да, вы абсолютно правы оказались. Прямо сейчас, если посмотреть статистику, то большая часть тегов присваивается действительно со стороны приложения VSCO-СИ. И очень спасибо вам огромное за обратную связь. этот функционал, который мы сделали, он сделан по обратной связи наших клиентов, наших партнеров, департамент по продукту. Спасибо огромное. Пишите, пожалуйста, дальше все ваши запросы, мы внимательно все изучаем. Вот этот чат мы сейчас скачаем, мы тоже отдадим аналитикам, будем пристально смотреть на все, что здесь было написано. Грушин спрашивает, расскажите, как отправить пушку по тегу? Пуш-уведомления, при отправке пуш-уведомления, как вы знаете, уже давно есть довольно много фильтров, можно выбрать пол, можно выбрать возраст, и сейчас там появился новый параметр теги, там можно выбрать те теги, по которым нужно отправить пуш-уведомления. Если говорить про рассылку баллов сертификатов, там тоже появился этот тег, соответственно, также в клиентской базе фильтруйте клиентскую базу, получаем список клиентов, отправляем баллы, сертификаты и так далее. Можно ли будет использовать онлайн-запись для бронирования номеров в отеле? Думаю, можно. После релиза функционала посмотрим, сколько это будет применимо. Модуль онлайн-записи для всех версий продукта. Модуль онлайн-записи это отдельный продукт, он не является частью UTS, просто партнеры, которые разрабатывают модуль, подговорены с нами, этот модуль будут предоставлять бесплатно всем нашим клиентам на всех тарифах. Соответственно, абсолютно все клиенты на тарифе продан, на тарифе получат этот функционал. Модуль онлайн-запись будет за доплату, нет, модуль будет бесплатный. Кажется, друзья, у нас нет больше вопросов. Я думаю, что у всех просто перенасыщение полезным контентом произошло. Лично у меня это так, в голове прям очень много всего разного. Есть несколько идей, сейчас пойдут переваривать. Дарья пишет, сотрудники спрашивают, как спрашивать покупателя на месте, есть ли дети и так далее. Типа некорректно. Вот, Юль, поделись, пожалуйста, об этом, ты рассказывала о том, что у тебя такое так проставляется. Ну, смотрите, если у нас посещает магазин, кафе или там салон-кросты или стоматологию то же самое, да, посещают клиенты с детьми, и мы это видим, мы никакой вопрос не задаем. То есть мы видим, что это пришла семья, соответственно, мы указываем этот тег. Если нам это важно там как-то стратегически, допустим, у нас, давайте так возьмем, у нас ресторан, в котором есть детская комната и в которой мы проводим по выходным всегда мероприятия, то в этом случае, если даже у нас сидят, отдыхают гости, они сейчас без детей, будет уместно при расчете спросить, скажите, могу я уточнить, у вас есть детки или нет, просто у нас по выходным есть мероприятие, мы тогда укажем это и будем вам сообщать, допустим, в эти выходные у нас там, вот, я не знаю, там, холодное сердце у нас там представление, вечеринка, вот, и это будет звучать уместно, поэтому, конечно, клещами доставать из клиента это не надо, но если у вас есть предрасположенность к такому, то можете уточнять, вот, и мне понравилось, как вот сегодня мы друг друга, наверное, усилили, потому что я сама такое большое удовольствие получила, когда сейчас мы общались, у меня одни идеи, Женя тут другие выкатил, вообще, это бизнес-процесс прям шикарный, Женя тут нагенерила столько, вот, не переварить точно, и вот, ну, тоже классный лайфхак, что вы смотрите не оцифрованных клиентов, и действительно, с ними, что надо делать, дальше их надо доцифровывать, и можно сделать рассылку, например, там, WhatsApp, пока, допустим, да, или какой-то обзвон даже голосового бота можно, в принципе, сделать для этого, вот, и таким образом, вот так это все докручиваем друг к другу, вообще, круто очень получилось. Согласен, но вот, уда, есть точнейший вопрос про то, как спрашивают покупатели, вот, конкретная ситуация, мужская одежда, мужчина меряет штаны, как спросить, есть ли у него дети? А зачем нам спрашивать, если это мужская одежда, есть ли у него? Детская одежда. Просто, если вы, если у вас, мультина, не знаю, там, у вас семейный какой-то магазин, и у вас там есть отдел детской одежды, отдел женской, отдел мужской, ну, не задавайте вопрос мужчинам про детей, задавайте мамочкам, которые, вот, когда они женскую одежду покупают, там спрашивайте, или конкретно детскую, там так все понятно. То есть, получается, что мы внедряем какой-то скрипт, и просто, когда сотрудник общается, он идет по скрипту, вы знаете, у нас есть специальное предложение там для детей, если у вас дети, вот сообщите нам, пожалуйста, мы вам будем там присылать специальное предложение и баллы, да? Наверное, как-то так. очень подкупает, вот когда даже клиенты скачивают проложением, я всегда сотрудников, тоже это скрипт, говорю, вы, пожалуйста, не пропускайте поле, дата рождения, а то вы не получите бонусы в день рождения. Мы, кстати, дарим 500 баллов. Да? Где? Я ничего не пропускаю. Сразу же, да. Я хотела поделиться, Женя, у тебя звука нет? Женя, у тебя звука нет? Пока я поделюсь. Возьму микрофон. У меня, например, есть такая одежда, которая унисекс. И когда покупают какой-то анорак, который, ну, непонятно по половому принадлежности, девчонки просто спрашивают, там, а вы девочке или мальчику? Ну, естественно, при чеке, там, видно же, она только что там платье продала, а она сразу ставит тег девочка, ну, там ясно и понятно. Ну, и тоже такой технический момент, вдруг кто-то пока еще не пользовался, вообще не беда, если у вас сейчас сотрудник на кассе не оттегировал все, что надо. Вот, если у вас все-таки, например, администратор, ну, управляющий магазин или кто-то на кассе имеет доступ в UDS админ или даже вы периодически просматриваете базу, вы, например, там, встретили знакомое имя клиента, знаете лично, сами присвоили ему этот тег. То есть теги присваиваются как на стороне сотрудника кассира в UDS кассир при покупке, так и без покупки просто изнутри. То есть все внутри взяли и выбрали, посмотрели клиентов и все, что нужно, сделали. Ну, вот когда интеграции не было, вот у меня с моим складом есть интеграция, но пока нет тегирования, ну, автоматического. А как делаем я? Как делаю я? Первое, либо я сама захожу просто в чеки в мой склад и там, ну, понятно, видно Ростовки, там, если это мальчиковый лук, я прям вижу, что по луку все, что продано, это мальчик. Я сама проставляла. Буквально сегодня я девочке дала права в админку клиентов, говорю, так, Мэри, давай, вот вы там на месте, вы видите, кого вы проводите, давай, и ты будешь встать. И все. Я делегировала, пускай занимаются. И все. И поэтому я очень жду вот эту вот автоматизацию, прям будет круто. Все будет. Да, все верно. Я немножко добавлю. Теги стоит ставить уже по состоявшимся действиям, по покупкам. То есть здесь, ну, больше не спрашивать. Купил штаны, джинсы такого-то размера, ну, поставьте джинсы там такого-то размера, например, либо классические брюки, либо жилетка какая-то, еще что-то. Действие состоялось, поставили тег. Это будет вернее, чем просто спрашивать. Да, полностью согласна. У нас несколько еще вопросов. Вот у Дарьи тут уже просто идеи пошли. Делитесь идеями, которые появились. Отлично. У Галины вопрос, но он не по теме вебинара, как правильно интегрировать свой список клиентов на площадку UDS. Галина, можно попросить модератора включить мой слайд, чтобы там телефон, по-моему, указан есть мой? Напишите мне, пожалуйста, после эфира. Я вам скину, кроме стандартной инструкции, которая есть в справочном центре UDS, я вам дам еще дополнительные все рекомендации по импорту базы, чтобы у вас максимально эффективно залилась база вам в контактах. Напишите, я вам скину. Да, что касается стандартных инструментов, то персональный менеджер может взять вашу клиентскую базу, номера телефонов и баллы, если они уже были накоплены в другой системе, статусы, и мы со стороны персонального менеджера можем перенести вашу клиентскую базу по номерам телефонов. Если клиент уже зарегистрирован в мобильном приложении, он получит уведомления, у него сразу все. Сразу компания добавится в список моих компаний. Если клиент еще не зарегистрировался, то баллы ему будут начислены по номеру телефона, и когда он зарегистрируется в приложении, то он эти баллы получит сразу же. и, соответственно, можно будет в дальнейшем, наверное, Юля об этом более подробно расскажет, каким-то образом по этой клиентской базе, по этим номерам телефонов, людей, которые еще не установили мобильное приложение, как-то поработать с кем-то скриптом, чтобы они скачали мобильное приложение и вы могли их возвращать через инструмент UDS. Самое главное не загружать клиентские базы, номера телефонов, которые левые какие-то где-то взяли, потому что кроме негатива здесь никакой пользы не будет. Согласен. Грушин спрашивает, как из всей базы выделить клиентов без пола, или это только новых можно сегментировать? Надо посмотреть последние обновления, шикарные, с полной детализацией, сколько у нас без пола. Есть фильтр клиентской базы, где можно выбрать клиентов, у которых не указан пол. Это можно делать стандартными средствами UDS без проблем. А там сейчас же появилась прям в разделе статистика клиенты полная вот структура, сколько, какого пола и сколько они указали пол в процентах и еще и по возрастным группам. Вот за отдельное спасибо за то, что еще сделали вот эту разбивку по возрасту. То есть прям видно, например, какой сегмент у меня конкретно в моем бизнесе самый активный покупательский. Шикарно тоже. Это вот последнее обновление дашборда статистики. Это как минимум может помочь предпринимателю там возил туфли определенного для определенной целевой аудитории, а у тебя оказывается вообще другая возрастная история и у тебя поэтому там ничего не покупают, потому что бабушки не покупают молодежные туфли, а молодежные туфли там, ну и наоборот. Поэтому да, это очень классная аналитика. Как минимум другие коллекции привозить под другой рынок. Очень рад, что обновление оказалось полезным. Один из фокусов наших сейчас это сделать максимально эффективные функционалы статистики, поэтому в течение апреля у нас выходили большие обновления, которые добавляли новые цифры, новые графики, новые фильтры и совсем скоро, я думаю, что в мае мы откроем всем нашим клиентам доступ к функционалу умной сегментации клиентской базы через RFM-анализ. Каждые две недели мы будем показывать предпринимателю, из каких сегментов стоит его клиентская база. Как говорит Евгений, выявляйте самые 20%, которые приносят максимальную прибыль, выявляйте тех, кто приносил прибыль, но перестал ходить. И через эти умные сегменты можно будет понимать, с какой частью клиентской базы как нужно работать. И это станет основой для дальнейшей автоматизации маркетинга на базе EDS, основываясь на этой умной сегментации в дальнейшем, то есть это работа, которой будет заниматься наша команда в ближайшие месяцы, наверное, то есть это непростая задача. Мы будем делать автоматизированный маркетинг, то есть мы как продукт автоматически будем стремиться, будем запускать какие-то механики, которые будут целенаправленно работать с каждым из сегментов. Так, у нас есть еще один вопрос от Дарьи, прошу не игнорировать мои вопросы. Сбор тегов зависит от сотрудников на местах, владелец не стоит за прилавком, если сотрудники не готовы, что делать-то? Расскажите скрипты для сбора тегов, может есть готовые анкеты, которые раздает клиентам и баллы за заполнение. Я думаю, что это очень актуальный вопрос на самом деле, скорее всего у многих клиентов теги могут не заработать именно из-за саботажа сотрудников. И поэтому здесь вот, наверное, Юлия, Евгений, Евгения, вопрос к вам, как вы считаете, как правильно отрабатывать этот негатив со стороны сотрудников? Это хороший вопрос, ну, это действительно важно. Вот, вопрос, смотрите, если сотрудник, он же не игнорирует только данное, ну, банное действие, то есть он такой говорит, хорошо, я готов установить приложение, подключить электронную карту нашего заведения или там нашего магазина, я даже проведу операцию с баллами, но теги проставлять не буду. Также сотрудник не говорит, то есть, скорее всего, там какая-то комплексная проблема в плане работы в целом с программным обеспечением ЮДС, да, то есть и всего там содержится и проблема в оцифровке и проблема в дисциплине проведения операций, ну, и, соответственно, туда же упадет, скажем так, скрупулезное и там ответственное отношение к присвоению тегов при покупках, да, вот, поэтому, если это так, если я права в вашем вопросе, вот, тогда нужно заняться, это шаг номер ноль на этапе внедрения, подготовить не только условия для клиентов мотивационные, то есть, вот, смотрите, какие у нас классные условия бонусной программы, мы вам дарим кэшбэк, мы вам там позволяем потом скидку баллами получать, всякие преимущества, но и нужно такую же историю, это всегда работа в две стороны, у нас есть внешний клиент, есть внутренний клиент, это сотрудник, вот, для него тоже создайте программу лояльности, также на основе условия, при которых он будет с удовольствием и с радостью делать эти действия полезные для компании, мы же систему мотивации вводим только за то, что нам приносит какой-то результат, то есть, если мы ставим план по оцифровке, наблюдаем, какое количество объема операций прошло в отношении всей выручки кассовой, и мы поощряем только за его целевые правильные действия, которые нас к результату приводят, то мы и действительно должны предусмотреть и его интерес, вот это вот самое главное, баланс интереса, компания зарабатывает, счастлив клиент и должен быть заинтересован и счастлив сотрудник, вот и все, и здесь вопрос уже скриптов, он уже вторичен, то есть, если вот как бы это все не проработано, у меня есть очень простые примеры, когда я говорю, мы вам поставим процент с операции, например, 0,5% или 1%, вы накопили там эти полторы тысячи рублей, к примеру, а мы эти полторы тысячи рублей, полторы тысячи бонусов списали, и вам начислили на баланс такой же карты, кстати, сделайте тег-сотрудник, вот это мы забыли сегодня сказать, да, тег-сотрудник, у вас все ваши 15 продавцов будут там отражены как внутренние клиенты, да, такие, и для них просто переводите эти баллы, и пусть они также тратят внутри вашей компании, это уже маленький вот такой шаг, который подкрутит все остальное, и они тогда найдут правильные вопросы, что у клиента уточнителя спросить, и сделают это с удовольствием, и еще вам порекомендуют пачку новых тегов полезных, которые вы не предусмотрели, вот, если коротко. Мне кажется, что это такой вот ключевой вопрос, наверное, любого внедрения продукта, и мы знаем, что очень часто эффективность использования UTS сталкивается как раз таки с саботажем стран сотрудников, есть предложение, может быть, в таком же формате встретиться через какое-то время и обсудить вот эту проблему, потому что очень много вопросов по ней, судя по всему, то есть мы с вами соберемся на еще один брифинг и обсудим, как работать с саботажем сотрудников, как правильно выстроить мотивацию, систему контроля и так далее. Мне кажется, это очень важная тема, которая многим будет полезна. Я предлагаю заканчивать, мне кажется, что максимально эффективный был сегодня вебинар. Если на какие-то вопросы вдруг мы забыли ответить, то обязательно напишите их через персональных менеджеров, мы на все вопросы ответим. Если вдруг вы очень хотите поучаствовать в закрытом тестировании функциональной онлайн-записи, то напишите, пожалуйста, об этом персональным менеджерам, они передадут это команде разработки, и мы свяжемся с вами по мере готовности и дадим вам один из первых функционалов онлайн-записи. Опять-таки, в закрытом режиме, в режиме бета-тестирования, он может работать нестабильно, но если вы готовы, мы всегда будем рады вместе с вами первыми этот функционал попробовать. Спасибо большое всем спикерам, мне, человеку, у которого нет своего бизнеса, прям максимально было интересно и полезно, мне кажется, всем собственным, которые сегодня были, было тоже максимально полезно. Спасибо большое Юлию, Евгению, Евгении, очень круто, очень классный контент, я думаю, что мы в таком режиме будем еще с вами встречаться, общаться. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел нас, слушал, задал вопросы, видео субтитры,